Между небом и землей 2500 метров. Осенью 2015-го Володя совершил прыжок с парашютом. Первым в Минске из тех, у кого диагноз ДЦП. Спустя полгода молодой человек решился на еще один экстремальный поступок – дайвинг с дельфинами. Сегодня являетесь пионерами вместе с нами. Такого глобального мероприятия погружения человека с особенностями из психонерологического интерната. Я думаю, есть смысл запроситься на книгу рекордов Гиннеса, потому что наверняка в мире таких вещей еще не делали. Цель наших мероприятий – это привлечь внимание общественности к проблемам этих людей. Чтобы люди знали, что рядом с ними живут такие же наши сограждане, которые тоже имеют право на все сферы жизни. Володя 24. Уже 9 лет он живет в Червенском доме-интернате для людей с особенностями психофизического развития. Несмотря на диагноз, молодой человек интересуется спортом, читает, по возможности играет в теннис и помогает местным ребятам. Его наставник признается – мальчишек Володя пользуется особенным авторитетом. Я считаю, что вот такие дети, как Вовка, они тоже имеют право быть полноценными. Поэтому мы с Вовкой везде стараемся принимать участие. А сейчас, когда Special Olympics пригласили нас принять участие в соревнованиях по плаванию, мы отобрали самых достойных мальчишек. В 21 веке дельфинотерапия стала популярна во всем мире. Вызывает она огромные интересы у минских врачей. Еще в 70-е американский психолог Дэвид Наттенсен доказал, что контакт с дельфином помогает при лечении самых разных болезней – от аутизма и синдрома Дауна, до расстройств памяти, речи и слуха. Исследование показало – дети с особенностями после сеансов плавания становились более раскрепощенными, лучше двигались и говорили. Но чтобы освоить основы дайвинга и успешно погрузиться в воду с морским лекарем-млекопитающим, сперва нужно пройти инструктаж. Мы рассказываем основные базовые моменты, как дышать под водой, как обниматься с дельфинами, как общаться с нами, с инструкторами под водой, посредством знаков сигналов. Обычно инструктаж длится где-то в районе 20-30 минут. При погружении Володе пришлось столкнуться и с некоторыми трудностями. Было непросто удерживать регулятор дыхания из-за нарушения моторики движения. Но для парня это не стало преградой, чтобы осуществить еще одну мечту. Ему помогла профессиональная команда тренеров, которая всегда была рядом. На вопрос, каков он дебютный заплыв, Володя отвечает. Желание жить и идти только вперед. Для 328 воспитанников Чаровинского дома-интерната эти слова стали девизом. Каждая из них по-своему уникален и талантлив. Володя уже ставит себе новые цели и обдумывает пути их достижения. И только вера и поддержка помогут воплотить мечты всех особенных людей в реальность, несмотря на диагнозы и предубеждения. Юлия Кисель, Геннадий Челей. Наше утро.